Главные ньюсмейкеры этой недели силовики. Давно у них не было столь масштабного улова. 23 бывших налоговика. Все работали во времена печально известного главы Минздоха Александра Клименко. Он сейчас скрывается в России. Обвиняют их в нанесении ущерба государству почти на 100 миллиардов гривен. Преступную сеть накрыли тысячи полицейских и сотни прокуроров. Для завершения спецоперации понадобились даже вертолеты. На них задержанных доставляли в Киев для избрания меры пресечения. Было это все в среду. К сегодняшнему дню новости об итогах этой спецоперации куда скромнее. Хронология и все детали. В сюжете Александра Васильченко. 450 обысков в 15 областях Украины. 2000 силовиков, спецтехника и даже вертушки. В среду в Украине провели масштабную спецоперацию. Все ради них. 23 бывших налоговиков. Зрелищно на вертолетах их доставляют в Киев. В наручниках и под усиленной охраной пересаживают в бронированные автозаки и конвоируют. Общаться с прессой экс-фискалы не хотят. Я за собой вины, что от меня ничего. Их вина участие в преступной группировке и присвоении бюджетных гривен. Говорят в генпрокуратуре. Все бывшие налоговики не последние винтики в схеме Клименко по отмыванию денег. И лично я останавливаться не намерен. По указаниям Януковичей, под чутким руководством бывшего министра доходов и сборов, они нанесли государству ущерб минимум на 100 миллиардов гривен. А вот рассекретить преступную сеть налоговиков помог другой фискал под подозрением Роман Насиров. Главный военный прокурор сообщил, операция стала возможной после его содействия. Сам Насиров сегодня скромно подтвердил все в Фейсбуке. Мол, целый год складывал пазлы коррупционной картины предшественников. А самих подчиненных Клименко одного за одним начали доставлять в суд, избирать меру пресечения и отпускать. Фискалы выходили под личные обязательства и залоги. Суммы для всех разные. Одного из первых за 15 миллионов из-за решетки выпустили экс-главу Луганской налоговой администрации Александра Антипова. Это во время его задержания силовики конфисковали сумку, в которой он вез почти 4 миллиона долларов. Общий ущерб государству от его деятельности 7 миллиардов гривен. Антипу подозрюется в учинении злочиней в складе, а также в организации, в склад, в которой входили высшие посадовые особи державы. Но 15 миллионов залога это только для начала. Купить свободу за 100 миллионов суд предложил бывшим главным налоговикам Харьковской и Днепропетровской областей. Для кого проблема, для кого и нет. По итогу общая сумма залога для бывших налоговиков составила не много, не мало, почти полмиллиарда гривен. А из 23 подозреваемых, которых синхронно свозили в Киев, за решеткой осталась только часть. Александр Васильченко, Диана Клочко, Богдан Савруцкий, Никита Исайко. Подробности недели в телеканал Интер.